Всем привет! Меня зовут Рина, и я сегодня вас хочу познакомить с ярмаркой, которая ежегодно организуется во время фестиваля вегетарианцев на Пукете. Незадолго до фестиваля вегетарианцев на улице Ранонг, около храма Дуй-Туй, в Пукете Тауне организуется ярмарка. Давайте с вами пойдем посмотрим, что же там происходит. На Пукете разгар фестиваля вегетарианцев. Улицы города украшают желтые флаги с красными китайскими иероглифами. Появляются улочки с рынками вегетарианской еды, и во всех ресторанах варят жварят во благо участников фестиваля. Еда в жизни тайцев играет немаловажную роль. Определить место дислокации вегетарианской ярмарки можно по обилию людей в белых одеждах. Участники фестиваля соблюдают одно из строгих правил – обязательно одеваться в белое. Вегетарианские рестораны можно определить по желтым флагам, которые обозначают, что здесь готовят этичные вегетарианские блюда. В любом 7-11 можно купить соевое молоко и лапшу быстрого приготовления, которую в Таиланде называют нарицательным словом «мама» от наименования известного лапшичного бренда. Можно сравнить с тем, что лапшу быстрого приготовления в России, например, называют «доширак». В поисках по-настоящему вегетарианских блюд в Таиланде можно столкнуться с неожиданной проблемой. У тайцев свои понятия вегетарианской еде. В обычные месяцы многие тайские блюда с овощами готовятся с использованием таких ингредиентов, как устричный и рыбный соус. Они занимают центральное место в тайской кухне и не всегда их можно заменить соевым соусом. В большинстве соусов и карри-пастах есть рыбные ингредиенты. В тайской кухне практически не используют животное молоко, так как коровы появились лет 50-60 назад, но яйца распространены. Например, тофу не обязательно будут делать только из сои. В магазинах есть яичный тофу и даже тофу из морепродуктов. В Таиланде большой выбор молока – соевого, кукурузного, кунжутного, рисового, но в некоторые добавляют порошок из восстановленного цельного молока. Что радует – это сладости и желе, которые делают не из животного желатина, а из растительного агар-агара. И только во время фестиваля вегетарианцев вы можете быть на 100% уверены, что ни в одном из представленных блюд нет животных ингредиентов. Другое дело, что многие блюда жарят на пальмовом масле, что порой не очень полезно. В кляре жарят бананы, овощи, грибы и тофу. Такой своего рода тайский вегетарианский Макдональдс. Вроде вкусно, но не полезно. Один ресторан на улице Ранон громко называется рестораном вегетарианской и здоровой еды. С моей точки зрения, многие блюда в нем очень далеки от здоровых. Большинство тайских блюд легко заменить на вегетарианские. Не использовать куриный бульон в супах, мясо заменить на грибы или тофу, устричный и рыбный соус на соевый, а пасту чили с креветками на соевую. В магазинах даже продают соевый протеин или по-русски говоря соевое мясо, из которого с легкостью делают такие блюда, как курица с базиликом или жареная свинина с соусом чили. Но мне кажется, в Таиланде все-таки лучше попробовать по-настоящему интересные блюда без мяса, а не вегетарианские подделки соевым заменителем. Что же стоит попробовать на ярмарке вегетарианской еды? Если вы нормально относитесь к жареному во фритюре, возьмите оладьи с кукурузой, картофельные шарики, спринроллы с овощами и стеклянной лапшой или бананы в кляре. Еще на некоторых прилавках вы увидите шарики, обваленные в кунжуте, а внутри у них полое пространство и паста из сои, бобов или арахиса. Обязательно попробуйте клейкий рис с кокосовым молоком в бамбуке, очень необычный десерт. Или маринованные фрукты с сахаром, манго, виноград, гуава, сала. Несколько лавочек предлагают печеные каштаны, хотя они мне больше нравятся сырыми. Или вот этот странный черный десерт, который называется чаукой. Это желе, сделанное из агара-гара. Его нарезают черными червями и заливают кокосовым молоком. Попить можно свежевыжатые соки или различные чаи с шариками тапиоки. В перерывах между гастрономическими изысками подберите себе костюм для последующих дней фестиваля. Белые футболки, блузки, туники и брюки. Или просто пройдитесь по сувенирным лавкам. Надеюсь, вам понравился рассказ про ярмарку вегетарианской еды на Пхукете. И если вы еще здесь не были, то обязательно посетите ее в следующие годы. А в следующем видео про фестиваль вегетарианцев я вам расскажу про историю и покажу уличные процессии. Поэтому не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Пока-пока!